Если друг оказался вдруг В эфире Барт-радио Вчера у нас был концерт в Magic & Coffee Расскажите, как вам вообще выступалось? Здесь отлично выступалось Прекрасная атмосфера, прекрасные люди Прекрасное всё Побольше бы такой атмосферы и таких людей Очень приятно слышать Что вам у нас понравилось Ростислав, вот для слушателей Барт-радио Хотелось бы узнать Здравствуйте, слушатели Барт-радио Как вы попали в авторскую песню? Что для вас вообще авторская песня? Или, может быть, мы сразу какую-нибудь песню сыграем слушателям Чтобы вот вас услышали Да, потом я расскажу, как я попал в песню А песня попала в меня Давайте сделаем что-нибудь Давайте сделаем что-нибудь Давайте бросим пинать балду И сделаем что-нибудь Давайте влезем на калачу В костюмах гномов и Пикачу И там такого навар один Чего не понять врачу А может, выпьем по триста грамм И фотки выложим в инстаграм А если высидим до утра То справим курбан-байрам Давайте сделаем что-нибудь Давайте сделаем что-нибудь Давайте кончим уже тупить И сделаем что-нибудь Поэму пишет Турсун Заде Эвплит придумывает 3D Бурят и пляшут, и в губны бьют В далеком улану Д Усатый штурман считает путь Любой пророк выявляет суть Давайте тоже не просто так А сделаем что-нибудь Давайте сделаем что-нибудь Но правда сделаем что-нибудь Не знаю, что и не знаю, как Но сделаем что-нибудь Давайте сделаем что-нибудь Давайте сделаем что-нибудь Когда-нибудь Очень может быть Мы сделаем что-нибудь Сделали что-нибудь Прямо даже очень классно все сделали Мне кажется Ростислав Вот Хотелось бы узнать Вы себя Кому относите? К бардам, к рокерам Или к кролевикам? Ну вот в целом Вы выступаете и Для бардовской аудитории Для серьезной публики взрослой И для людей Которые любят ходить С мячами по лесу И я думаю На рок-фестивалях Вы тоже часто выступаете Вы вот сами себя Кем считаете? Или вот в целом? Мне очень сложно себя кем-то считать Потому что Если начать считать себя кем-то Это очень сильно ограничивает Так это Начнешь считать себя Не знаю Кем-то одним А потом Окажется, что Сложно выступать в каком-нибудь Другом качестве Амплуа и прочее Для меня, наверное, главное Что я стараюсь Я стараюсь быть тем, кто я есть Вот, наверное Так скажем Вот, насколько это получается Судить, наверное, не мне Но там иногда Это может быть похоже на рок Иногда на авторскую песню Иногда на системное администрирование Не знаю Да, вот как раз Об этом хотелось бы поговорить Ваша профессия Как раз связана С системным администрированием И, насколько я знаю Вы написали несколько книг Даже об этом Нет, у меня Именно про администрирование Я, наверное, просто это Ляпнул Потому что хотел оставить Какой-нибудь Компьютерный термин Но все остальные термины Которые приходили в голову Боюсь Боюсь радиослушатели Не так поймут Они посчитают Что это какие-то Какие-то запрещенные слова Дело в том Что Вся моя Работа До такой Активной Музыкальной деятельности Была связана Либо с каким-нибудь Айти Либо с преподаванием Либо с русским языком А чаще всего На каком-то стыке Двух или трех Из этих Областей Например Я преподавал разные Айти Или допустим Редактировал Компьютерную литературу Или готовил Какие-нибудь методические По тем же самым Айти Или разрабатывал сайты И параллельно На этих сайтах Выполнял роль Редактора Автора текстов И прочего Или еще что-то В общем Все вот Крутилось вокруг этого Поняла вас А как вас Занесло В принципе Вот в музыку Как вы начали писать песни И с чего все начиналось Насколько я знаю Еще с обучения В университете Ой нет Гораздо Гораздо раньше Раньше Вот это как раз Раньше компьютер Раньше всего Люди Знающие меня С раннего возраста Говорят Что я начал Сочинять И исполнять прямо сразу Как родился Так немедленно и начал Вот Даже по-моему Еще тогда пеленок не было Как вынули Так я стал что-то исполнять И потом меня Всем родовым затыкали Просто в какой-то момент То, что я сочиняю И исполняю Стало там уже Начинать быть похожим На какие-то художественные Произведения Там постепенно Эти произведения Стали интересны Не только мне одному Ну понятно Что там сначала С семье Близким Еще что-то Ну наконец Где-то к старшей школе Я стал сочинять Что-то такое Что слушали Без содрогания Посторонние люди Скажите А самые первые песни Они сохранились Дошли до Ну что вы Нет, естественно У меня же не было Какого-то такого периода Что до какого-то момента Не сочинял песню До какого-то момента С какого-то момента Начал сочинять Вот Это они развивались Просто эволюционно Сначала просто Что-то это Барматало Мяукало Потом там Частично Вставлять какие-то слова И попадать в какие-то ноты Потом просто Слов стало больше В ноты стало попадать лучше И это просто таким Органическим образом Развелось до Песен, которые Я стал исполнять на публике А есть ли у вас Любимая песня Или вот какие-то Знаковые песни С которых Ну как-то Складывалось Развивалось Ваше творчество То есть Сначала была Вот эта песня Да Которая дала Какой-то ход Вашей творческой деятельности Потом вот эта была У вас достаточно Много известных песен Которые любят И поют Многие Разные слушатели Вы сейчас задаете Такие вопросы Которые лучше Наверное Задавать Каким-нибудь Искусствоедам Если они Не дай бог Будут заниматься Это Исследованием Его творчества Потому что Это как Знаете Однажды Студенты На экзамене Спросили На какие периоды Подразделяется Творчество Достоевского А он Не будет дурак Вызвал дух Достоевского И спросил На какие периоды Подразделяется Его творчество Вот Достоевский Разгневался Позеленел От злости И исчез И в ближайшие 20 лет Больше никому не являлся Ладно Я постараюсь Справиться Не задавать Больше такие вопросы Сегодня у вас Будет концерт В бард-клубе Гнездо глухаря В Санкт-Петербурге Да Вот Какие следующие концерты И какие города Будут у вас Ну После Санкт-Петербурга Я собираюсь Что там будет Я на самом деле Сам не всегда помню Где я нахожусь В каких городах У меня какие концерты Но по-моему Там предполагается Екатеринбург Пермя Челябинск И еще какие-то города Между ними Обо всем этом Кстати можно узнать В моей официальной группе Вконтакте Где висит афиша Вот Подписывайтесь Ставьте лайки 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 Песню Ростислав уже готов Лайки 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 Белки и стрелки Лайки Всем известно Что Тамбов Город тайных погребов В погребах Резервуары Маринованных Город тайных погребов Город тайных погребов Кто отведает грибы Осознает суть судьбы И начнет бутылки тлина Конвертировать в кубы Ой, да Конвертировать в кубы Славен город Златоуст Там растет волшебный куст Он в присутствии курфюрста Издает сигнальный хруст А направо через мост Круглый год великий пост И седые часовые Патрулируют погост Ой, да Патрулируют погост Населению, ух ты Не досталось кислоты Караваны побоялись Широты и долготы Мы играли в города И попали не туда Помогите кто чем может В смысле денег-то кида Ой, да А не то Караганда Ой, да А не то Караганда Та-да-да-да Ростислав, скажите, а какие интересные ситуации с вами случались в турах? Были какие-то прям курьезные истории, которые можно было бы рассказать слушателям? Тоже очень сложный вопрос, я попробую на него ответить, просто я объясню, почему он сложный, это может оказаться даже интереснее. Естественно, и курьезные ситуации, смешные моменты и прочее происходят постоянно и в турах и так далее, конечно, по случаю они вспоминаются, но происходит такой интересный эффект, когда начинают спрашивать, скажем, расскажите анекдот какой-нибудь, именно в этот момент прям все анекдоты из памяти вылетают. И там, расскажите какой-нибудь курьезный случай, который с вами был. До этого я буквально помнил курьезные случаи. Абсолютно все, а тут вдруг они внезапно исправились. Я знаю, что некоторые более опытные и привычные барды специально готовят себе шпаргалку, что вот так вот, вот тут у меня ответ на вопрос, мои пять любимых песен, вот тут вот самый курьезный случай, который произошел, вот тут, что я люблю на завтрак и так далее. Но у меня пока такой шпаргалки не заготовлено, вот, хотя, да, хотя случаи, конечно, происходили, они, правда, связаны даже в основном не столько с этой, с музыкальной частью, да, с самой смешной, все в турах происходит больше не с музыкой, а с чем-то другим. Например, в поезде мне нужно было работать на ноутбуке по своей части, вот, но там не было. Конфютерный. Да. Собственно, я хотел немножко поработать над своим сайтом, который я поддерживаю, пока ехал в поезде, но в поезде не оказалось розетки. Совсем, ну, в смысле, в вагоне. Вот, а ноутбук слишком долго без розетки не может, а ехать долго, это практически с одного конца мироздания на другой, вот, а розетки нет. Я-то надеялся, что вот как раз у меня есть там сколько-то свободных часов в этом поезде, я там все у себя на сайте настрою, там выложу какие-нибудь песни, статьи, еще что-нибудь хорошее, чтобы люди видели. Ну, нет, нет электричества. Вот, пришлось в этом поезде запереться в сортире, где есть розетка. И работать там, в ту дорогу. Как интересно. Весь остальной вагон остался без сортира. Ростислав, скажите, вот вы, насколько я знаю, к нам в Петербург попали из южного тура. У вас были концерты в каких-то городах на юге. Как прошли концерты эти, и что самого запоминающегося было в них? Ну, самым запоминающимся из них, наверное, был Ростов-на-Дону. А, хотя нет, вот я вспомнил, что было самое запоминающее, наверное, во всех городах. Это Пробки. Пробки? Да, во всех городах, где в последнее время пришлось ездить, так случилось, что там от вокзала к месту жительства, от места жительства концерты, вот между всеми этими местами. Еще куда-то мы ездили на, там, либо на такси, либо на машине предприятелей, которые нас там встречали. Вот, и каждый раз обязательно стояли в пробках. Вот, и это была уникальная возможность посмотреть на город, ознакомиться с достопримечательностями, потому что сейчас чаще всего очень редко удается возможность как-то полноценно посмотреть на город, не говоря о том, чтобы погулять по нему. Потому что это ж тур, там, сегодня концерт в одном месте, потом на поезд в другое место, потом на самолеты в третье место. У меня уже немножко в голове путаются, я не совсем отличаю этот Краснодар от Красноярска уже. Вот, а тут вот появилась такая замечательная возможность, когда вот мы едем, едем, точнее стоим, 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 и кто-нибудь местный, кто в машине в это время есть, рассказывает, что вот справа, вот такая-то историческая замечательность, слева такая-то историческая замечательность. То есть там, вот, в этом переулке, там, я познакомился со своей девушкой, там, в этом переулке мы бухали с друзьями, вот, тут у нас филармония. То есть экскурсии у вас были в пробках в основном? А сами концерты, вот, например, в Ростове-на-Дону, там мои замечательные друзья Наталья и Константин Коваленко, как вас приняли в Ростове, вообще публика? В Ростове приняли замечательно. Там было небольшое уютное место, которое набилось примерно битком. И звук был хороший, что для небольших мест в целом редкость. И люди очень душевные, там такая приятная компания любителей этого дела, в смысле бардовской песни. Там подсказывают, что пора уже петь какую-то бардовскую песню. Да, давайте споем. Как раз передадим им привет площадке дважды два и споем им песню. Вот, раз, раз. Не затем перевыполнили план на котельно-радиаторном заводе. Водит к юбилею Карла Маркса Не за тем был монтёр настолько пьян Что закручивал трубу не в ту резьбу Пока греть смесель не сломался Кот Зиновий батареей грел живот Не за тем, чтобы какой-то идиот Бил челом обнагревательный прибор Уж лучшим делом занимался Не стучи головой по батарее Не стучи головой по батарее Не стучи головой по батарее Не за тем тебя ставили головой Ой Не за тем в дохембрийских гременях Безымянные бионты развивали Фактор переда и зада Мощный лоб не за тем предохранял Неокрепший мозг примата Что сшивать придумал палкой авокадо Из нейрона за дендритом рост дендрит Неокортекс биохимии бурлит Не за тем, чтобы долбиться об чугун Природа этому не рада Не стучи головой по батарее 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 Даже если вся жизнь не в туризму Если верный марабу давно в гробу И авокадо не прельщает Не стучи в знак обида на судьбу Как свидетельствует практика От этого трещит, но не легчает Что же делать? Посоветуйся с котом Он подскажет, что мораль сей басни в том Что природа не прощает пустоты Хотя, наверное, прощает Ростислав, в вашем творчестве Достаточно много такого светлого Иногда очень классного юмора И из-за этого вас любят слушатели Расскажите, вот как вам удается Такие темы находить для песен Вот удивительные Каких-то животных, копибарах И всяких удивительных вещах Как вам удается находить столько слов Ну, не знаю Откуда берутся идеи для ваших песен? На этот вопрос мне сложнее всего ответить Они обычно берутся как-то вот сами по себе И меня не спрашивают Иногда сочинения произведений И песен в том числе Некоторые люди сравнивают С чем-то вроде сбора грибов Когда человек идет, не знаю, по лесу Ищет какие-то темы, образы, рифмы Что-то такое Ищет, ищет, находит Как-то складывается Соответственно, к себе куда-то там В корзинку Еще куда-то Складываете образы Нет, это как раз не то, что я имел в виду Вот такой образ мне, наоборот, не очень близок Я обнаружу, что я скорее похож на человека Который носится посреди чистого поля А сверху идет гроза Там попадают молнии Бьют молнии, соответственно, по темечку Вот этих уворачивается А тех, от которых не успел вернуться Вот они и становятся этими темами, образами И всем остальным Интересно, интересно Вот у вас есть какие-то любимые животные? Вообще у вас есть домашние животные? Домашних животных у меня нет Только это воображаемые Как воображаемые друзья, только воображаемые животные С помощью воображаемых животных я однажды приструнил соседей У меня были довольно шумные соседи Которые то ли там какой-то ремонт делали То ли просто им доставило удовольствие стучать молотком в стены Не знаю, я тогда не так давно в этом месте поселился И пришел знакомиться с соседями Надел, по-моему, то ли белый халат у меня был То ли еще что-то Я надел что-то максимально безумное Что он нашел у себя дома Пришел к соседям, осторожно К ним постучал, с ней смотрел на то, что был звонок И когда они открыли Поинтересовался, что там Как-то я сделал, что Не могли бы вы шуметь немножко поменьше Хотя бы до четырех часов дня Понимаете? У меня дома живет воображаемая зебра И когда вы шумите Она дерет обои и писается Прекрасно С тех пор уже лет десять От этих соседей вообще ничего не слышу Даже их самих больше никогда не видел Какой интересный способ борьбы с соседями Возьмем себе на заметку А капибары Как вот очень часто в вашем творчестве всплывают капибары? Ну не так, чтобы часто Выбывается это животное Может быть вы Себя с ней ассоциируете? Ну Вот я себя не очень ассоциирую Скорее она меня ассоциирует Так получилось, что В детстве я был знаком с одной настоящей капибарой Как ее звали? Она просила не говорить Хорошо, мы оставим в тайне ее Вот, но Она считала меня Своим собратным Мелкою рубль с нее размером И она думала, что я тоже капибары Вот, поэтому Может быть мы передадим ей привет? В качестве песни? Да Привет, она правда давно скончалась Амазонский Кирея, где не ступал даже Чей Гевара Амазонский Кирея, где не ступал даже Чей Гевара В одной воде Капибара Капибару за добрый нрав Любят предки, чтут потомки И зовут господином трав Амазонки И зовут господином трав Амазонки Капивара не носит страст Избегает парадной помпы Мирно кушает парограсс И кабумбу А настанет вечерний час В дебрях мангровых капивар Колыбельную протрещат ароссари Колыбельную протрещат ароссари В жизни следующей своей Я не буду плодить химеры Захламлять пустотой идей Но сферу песен бардовских не поя Не блинчатут и там гитары В Амазонии буду я капиварой В Амазонии буду я капиварой Я думаю, капибара нас услышала Ростислав, расскажите, пожалуйста Вот уже у нас весна наступила И скоро пора летних фестивалей Уже весна? Но в Питере не такое ощущение, что нет Но мы чувствуем ее уже приближение Что она в конце концов скоро уже к нам придет окончательно Скоро пора наступать летних фестивалей На какие фестивали летние вы собираетесь в этом году отправиться? Где вас можно будет услышать? Ну как обычно с летними фестивалями Такая не очень предсказуемая затея Иногда бывает, что поездки на давно запланированные фестивали По каким-то причинам отменяют Зато внезапно я оказываюсь на каких-то фестивалях Куда вообще не собирался И никто туда не собирался Иногда я неожиданно для себя обнаружив Что нахожусь на каком-то фестивале Ну из таких фестивалей, на которых скорее всего Можно будет, наверное, услышать и увидеть Может быть даже с музыкальным коллективом Это Фэнтези-фест Платформа Что там еще было-то? Подскажите кто-нибудь Да, Дивные берега, Бессонница Фэнтези-фест, Платформа А какой фестиваль Есть самый любимый? На котором вам чаще всего нравится бывать Вот самому И просто никого не хотите обижать Да, есть самый любимый Обижать я никого не хочу Вы все правильно говорите На самом деле Больше у меня приятных впечатлений В последние годы возникает от маленьких фестивалей На которых мало народу Но, как правило, там, где я оказывался Этот народ был особенно душевным Приятным и там было приятно И петь, и находиться И все остальное Потому что, нет Крупные фестивали, это, конечно, очень почетные На них тоже приятно выступать Иногда Вот, но Например, был я В каком-то позапрошлом, кажется, году На Бессоннице выступал Да и в прошлом тоже В общем, на одной из последних бессонниц Приехали мы с музыкальным коллективом на фестиваль На машине запарковались И пошли на фестиваль через парковку И вот идем мы, идем Идем, а там все парковка, парковка, парковка Мы идем, а там все парковка Мы все идем А там все парковка, парковка и парковка Вот, впереди виднеется какой-то лесок Мы надеемся, что ну вот Ну там-то она наконец-то кончится Вот мы дошли до этого самого леска там парковка кончилась, и началась следующая парковка. Это как за деревом дерево, и дерево, и снова дерево, и везде парковка. Да, это не всегда. А какие из маленьких фестивалей вам, например, в прошлом году больше всего запомнились? Тут я действительно не хочу никого обидеть, потому что маленьких фестивалей довольно много, их больше, чем больших, просто по естественным причинам. Я назову какой-то один, все остальные обидцы больше меня не будут приглашать, а мне бы этого не хотелось. Раньше, что назову, наверное, самый из фестивалей, который происходит в Подмосковье, самый ближайший, он называется «Выходи гулять», это такая маленькая тусовка людей, которые делают маленький, но очень душевный фестиваль вот в Подмосковье. Мне там уже третий раз понравился, надеюсь, понравился и в четвертый. Давайте какую-нибудь, наверное, песню споем, летнюю, фестивальную. А может быть и не летнюю, и не фестивальную совсем. Или зимнюю. Что спеть, наверное, шарик? Я знаю, брать, что-нибудь не очень веселое спеть. Вот, он, правда, и не летний, и не фестивальный. Чтобы наши слушатели не думали, что у меня все песни одинаковые, хотя многие так будут это думать. Совет дружины заседал, привычно путаясь в регламенте. Портрет висел, вопрос стоял, у вековечения памяти. А я смотрел в окно, там открывалось небо так торжественно. А в окно смотрело на меня оно. А в нем блеснет крыло, далекий самолет, и в чудо верить хочется. Летит Саманта Смит, инверсионный след не тает, мир прекрасен, детство никогда не кончится. Знакомство хвастать не дано, я лишь как все смотрел по ящику. Документальное кино про гостью из ненастоящего расколот мир и век. Но небу все равно оно одно на всех, на всех, что слишком редко смотрят в век. А там, все ближе к нам, маячат самолет, и в чудо верить хочется. Летит Саманта Смит, инверсионный след не тает, мир прекрасен, детство никогда не кончится. Зовут фамилию мою, совет, наверно, ждет реакции. Я спохватился и встаю, мне сорок лет, я зав редакцией, висит другой портрет. Но небо за окном не изменилось, нет, и мы с Самантой Смит глядим на свет. Блажен, кто в мираже уловит образ, что представить не под силу нам, и кто всегда готов, всегда готов внимать небесному сиянию во век неугасимому. О чем эта песня? Это тоже любимый вопрос искусствоведов. Знаете, время от времени люди рассказывают мне, о чем та или иная моя песня. Почему именно «Саманта Смит»? Это примерно то же, как та самая «Молния», просто внезапно пришло в голову именно такое, и родилась из этого песня. Действительно сложно объяснять, почему и как это… Ну, может быть, тогда и не стоит объяснять. Я как раз хотел сказать о том, что люди, которые иногда рассказывают мне о чем мои песни, и иногда рассказывают очень интересные вещи. То есть я о таком никогда и не думал, что вот оно оказывается о чем. Если люди видят ту или иную тему, ну, наверное, хорошо, пусть видят. Иногда бывает, что люди видят совершенно разные в одних и тех же песнях. Одни говорят, что это песня веселая, другие, что это песня грустная, третьи, что еще что-то. В песне про Капибару, не знаю, там находят какие-нибудь религиозные мотивы или еще… В общем, в песне про «Не стучи головой по батарее» какие-нибудь исторические ассоциации с какой-нибудь войной «Алые и белые розы». Так что я думаю, что как-то красота в глазах смотрящего, и как люди понимают песню, наверное, так пусть и понимают. Можно вообще никак не понимать, тоже здорово. Просто радоваться. А в настоящее время пишутся новые песни? Есть вдохновение и какие это песни? На данный момент жизни о чем песни? Ну, как во все остальные моменты, о чем угодно. И сейчас пишутся песни как раз… Собираюсь попеть немножко новых песен сегодня на концерте в клубе «Гнездо глухаря». «Глухаря-гнездо». Ну, в целом, я бы не сказал, что как-то песни сильно отличаются от тех, которых я писал раньше и писал к какому-то другому принципу. Ну, разве что со временем я замечаю, что гораздо как-то скрупулезнее слежу за словами и музыкой, в смысле за тем, чтобы они получались как-то качественнее, лучше друг к другу подходили, чтобы одни аккорды красивее разрешались, другие и так далее. Поэтому сочиняю песню немножко медленнее, чем раньше. То есть более вдумчиво как бы получается, да? Да. Правда, как я убеждаюсь, на конечном качестве это не особо сказывается. Поэтому, наверное, в какой-то момент я плюну и начну сочинять обратно, как раньше. Может, опять дело пойдет быстрее. Насколько я знаю, в этом году у вас планируется выпуск нового альбома. Да, это правда. Поговорим об этом. Как проходит запись? С трудом. Запись проходит с трудом. Какие музыканты участвуют в записи? Какие инструменты? Чего ждать от нового альбома? Будет ли он по звучанию похож на предыдущий? Нет. Нет. Предыдущие были по звучанию неудачные. А этот, я надеюсь, будет удачный. Просто из разряда «век жив» и «век учись» все время, что я записываюсь в студии, это фактически приходится учиться этим заниматься. И, естественно, каждый раз есть надежда, что теперь-то точно у меня получится записаться по-нормальному. Как-то чтобы это все звучало, в случае чего можно было людям показывать. С тем, что касается, какие музыканты и прочее, сложнее всего было найти звук режиссера. То есть это человек, который, собственно, сводит музыкальный материал. Оказалось, что это так не очень просто. Потому что в подготовке альбома, можно чуть-чуть подушню, да? В подготовке альбома есть разные этапы. Ну, собственно, придумать музыку, которую надо играть. Если там играет больше одного инструмента, то как там придумать, собственно, что каждый из них играет. Эта аранжировка называется. Как-то это все записать. В смысле, в микрофоны спеть, ну, собственно, сыграть, исполнить на этих инструментах и так далее. Очень много таких моментов. Все моменты, которые я перечислил, они относительно выполнимы. С ним плюс-минус понятно, что и как делать. Чтобы хорошо сыграть, нужно хороших музыкантов найти, их уже довольно много. Хорошую аранжировку тоже можно составить путем проб, ошибок и так далее. Оказалось, что очень сложно найти хорошего звукорежиссера, который потом этот записанный материал, собственно, сведет в ту композицию, которую слышат конечные люди. Вот, я не знаю, с чем это связано точно, но почему-то вот, когда я искал звукорежиссеров, сначала среди знакомых, потом среди знакомых-знакомых, потом среди незнакомых, потом уже просто в интернете кто-то может записать. Я, естественно, слушаю то, что производят эти люди, тоже какой-то там рок или что-то еще. Я искал звукорежиссеров, которые записывают что-то похожее на мою музыку. Вот. Я вот слушаю вроде их там альбомы, которые они сделали, а потом слушаю там просто обычное коммерческое радио, и вижу, что есть какая-то вот… — Разница. — Какая-то разница, да. Поскольку я сам не звукорежиссер, я там во всех подробностях не могу, в чем радио заключается, но она есть. И вот я довольно долго искал людей, которые вот могут записать так, чтобы я не слышал разницы между их работой и там обыкновенным мейнстримным радио. — Да, недавно услышала такую шутку. Звуковик и световик — это не грибы, это такие специально обученные люди, которые умеют работать со звуком и со светом. Вот. И их найти очень сложно, так же, как и грибы в лесу. — Поэтому, да, я понимаю вашу проблему. Точнее, что… Ну и нашелся тот самый звук? — Я надеюсь, что да. Как обычно… — Но раскрывать его имя мы не будем. — Ну, когда выйдет альбом. Как обычно, это выясняется только опытным путем, когда альбом уже готов. Вот там тьфу-тьфу-тьфу, я там постучу по какому-нибудь, по удаву. Это удав. — Это уроборос. — Да, удавоборос. Вот, в общем, я очень надеюсь, что на этот раз получится. Так что это, по крайней мере, я не буду отличать от радиокачества. Вот. Но боюсь, что будут отличать кто-нибудь другой. И придется искать еще кого-нибудь, чтобы не отличать. — Может быть, какую-то песню тогда более-менее новую, которую вам бы хотелось сыграть? — Да. — Относительно новую. В сети плетут, что в вечной мерзлоте нашли плиту. И знаки на плите возились сорок лет и пару дней, пока не разобрались, что написано на ней. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо всегда. Вокруг звезды маячит пароход, там нет воды, а он себе плывет, труба дымит на камбузе буль-буль. И песню запевает хор этнических бабуль. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо всегда. Так будь здоров, пока не прекратил Среди миров верца не слетил Проснись и пой, коси и запивай И не жалеть бы друга свежепой Слойманый вай-фай в краю любом Услышав место гимна, не стой столбом Стой чем-нибудь другим, прокачивай Величье души и поперёк плиты Для археологов пиши Всё будет хорошо, всё будет хорошо Всё будет хорошо всегда Будет хорошо Всё будет хорошо Всё будет хорошо Всегда всё Будет хорошо Всё будет хорошо Просто уверена, что всё будет хорошо обязательно Вот этого же и пожелаем, я думаю, нашим зрителям, слушателям Чтобы у нас всё было хорошо Пусть у всех всё будет хорошо Может быть, вы что-то хотите пожелать своим слушателям, зрителям? Это тоже такой сложный вопрос Если я сейчас начну желать всего, чего хочу кому-то пожелать, то это никогда не кончится Потому что хочется пожелать всем этого счастья, здравого смысла Главное, чтобы одно не мешало другому, потому что оно же обычно мешает Хочется пожелать с одной стороны интеллектуальных достижений А с другой стороны, чувство прекрасного, оно тоже мешает Успехов в работе и в личной жизни тоже мешает Ведь можно пожелать всего и сразу Да Чтобы всё сразу мешало всему Человек не будет знать, чего ему это самое Обо что ему быть счастливым Ростислав, какое ваше любимое время года? О, вот на этот вопрос ответить просто Потому что у меня есть любимое время года Остальные не обидятся? Да я чувствую, что иногда они уже обижаются И что-то такое-то Вот в прошлом году, например, мы с музыкальным коллективом в мае Во вторые майские праздники, не в первые, во вторые выступали на фестивале в Москве На открытом воздухе И там прямо посреди нашего выступления пошёл снег Посреди него же он закончился То есть, в принципе, в Москве в это время был май И, в общем, не самый тёплый май Но в целом был там май месяц, да Вот это чувствовалось Вот именно на наш сет пошёл снег На нашем же сете он прекратился И больше его в том году никто не видел до зимы А время года за какой любимый? А! Вот, время года Я уже думал, вы забудете, о чём спросили Я на это и рассчитывал Если честно, то как раз какая-нибудь весна, типа начало мая К сожалению, это очень кратковременное время года Когда всё только начинает зеленеть и распускаться То есть почти примерно как сейчас, только чуть-чуть попозже Да, обычно в это время Не знаю, я определяю это время года Как, когда, не знаю Когда листья липы съедобны Их можно там есть, не знаю, делать из них суп Салат, ещё что-нибудь Это происходит довольно кратковременный период Не потому что для меня главное жрать липу А потому что надо как-то определить, когда это происходит Наверное, с точки зрения ботаники так будет точнее всего Какое ваше любимое блюдо? Вот отсюда вопрос То есть просто листья липы Это такое достаточно специфическое блюдо Я бы не сказал, что это моё любимое блюдо А есть у вас любимое? Или хотя бы какое-то, которое чаще всего? Ой, нет, их очень много разных Я совсем не гурман У меня, опять же, есть в той же самой Москве Ничего, что так много про Москву? Я думаю, Москва не обидится Не обидится ли кто-нибудь ещё? Мы же всё-таки находимся Не очень в Москве Так вот, в Москве есть много приятелей, знакомых Которые такие вот москвичи Поэтому они очень любят ходить по разным модным местам Со всякой модной кухней И иногда меня туда водить А перед этим много рассказывают Чем именно эта кухня так модна И почему там обязательно нужно попробовать Вот это, вот это, вот это, вот это Там тысячный пятьдесят за вечер Надо обязательно попробовать Вот, не знаю Ну и иногда бывает, что я поддаюсь на эти уговоры Хожу в какое-нибудь очень модное место С этими друзьями Что-нибудь там пробую Я, честно говоря, не понимаю, чем это отличается От обычной еды Вот, мне очень редко удается уловить все эти грани тонких оттенков Этого купажа аромата Или чего там этих блюд бывает Вот, а так я ем в основном фастфуд А что из фастфуда? Ой, нет, это уже будет реклама Ладно, мы не будем Все там знают Три с половиной основных фастфудов Которые везде есть Вот, абсолютно Вот я в них в основном питаюсь Ну что, споем какую-нибудь песню Может быть, про еду А может быть, нет Есть у вас песня про еду? Я совершенно уверен, что она есть Вот, когда им дается такой запрос Спойте песню про еду И сразу начинается Как вот в том скетчике кролики Это не только ценный мех Это как с стежком и стульчиком Когда поставили, непонятно, что читать Автор ничего не хотел сказать Хватит в подсознание к нему влезать Хватит фантазировать ерунду Автор ничего не имел в виду Автор не беспомощный лавотряс Все, чего хотел он, сказал без вас Авторы представить себе не мог Что вам померещится между строк Не пытайтесь автора разъяснить Автор от вас норовит стошнить Не беритесь автора толковать Автор вас хотел бы поубивать Не тащите автора на борьбу Не мешайте мирно лежать в гробу Не давайте повода вылезать Автор ничего не хотел сказать Автор не затейлив и легко крыл Автор несет вдохновенный пыл Вот он и творит, как его несет Понимая сам далеко не все Вы пасайте в небрях своей ботвы Буйных тараканов из головы Их не выйдет автору навязать Автор ничего не хотел сказать Автор ничего не хотел сказать Автор ничего не хотел сказать Ну после такой песни я не могу не задать вопрос Что для вас авторская песня? Вот такой вот вопрос Авторская Поскольку меня воспитывали советские интеллигенты Так получилось, что я знаком с бардовской песней Прям вот еще до того, как родился Потому что мама наверняка слушала ее очень много И еще до того, как родила Так что я слушал вместе с ней На кухню у нас, естественно, собирались барды Правда, собирались они по ночам И пели бардовскую песню шепотом Как в те времена, видимо, было модно Но потом я узнал, что можно петь не только шепотом Естественно, у нас там было очень много магнитофонных катушек Еще не костет даже, а вот этих вот катушек Со всякими записями тогдашних бардов От Акуджавы, Городницкого, Крячкина, Кукина Кого угодно сейчас начну перечитать И как раз всех наших бардов и перечислю, собственно Потом начались пластинки этих же самых бардов Родители часто слушали, я их тоже часто слушал Они же и их знакомые начали возить меня на какие-то бардовские слеты В фестивале Но у меня с ними не полностью сложилось Потому что, собственно, музыку-то я люблю И слушать, и петь Даже бардовскую В том числе бардовскую Но мне не очень нравилось, что это все сочетается Со всякими кострами, палатками, водкой, комарами И вот всем вот этим вот Я как бы музыку люблю, а туристический быт нет И я предпочитал как-то отделять одно от другого Еще мне всегда в бардовских песнях не хватало чего-то помимо гитар Я там пробовал играть на рояле, но меня как-то не пустили на Грушинский фестиваль с роялем Ну вот там не смогли просто втащить на гору И поэтому я никогда не выступал на Грушинском фестивале В кустах застрял Поэтому из таких общеизвестных бардов Мне больше всего нравились те, которые пели не только под гитару Но прежде всего, конечно, Сергея и Татьяна Никитина Одна из моих любимых в детстве пластинок Это был их альбом «Синий цвет» Где, собственно, некоторые прекрасные песни Никитина В их исполнении под аккомпанемент в основном оркестра Я тоже очень хотел так Ну и надеюсь, со временем это получится На ближайшем альбоме мы сможем убедиться, получилось ли Правда, полного симфонического оркестра там еще не будет Я надеюсь, но какие-то вот потуги мы уже записываем А кроме Никитинах есть у вас какие-то любимые бардовские исполнители? Либо, может быть, вы кого-то считаете своими учителями в творчестве? Ну, своими учителями, если говорить именно об учителях Я как раз считаю в основном не бардов И надеюсь, что они не обидятся Ну то есть Никитин, конечно, да И Берковский, да Из бардов, наверное, еще Юлий Ким Наибольшее впечатление меня произвел Но Щербакова услышал тогда, когда учить мне было уже поздно А вот, перечисленные, наверное, да Но вот как раз искусствоведы, которые что-то говорили мне про то, чего они слышат в моей музыке Говорили, что больше слышат там влияние, например, Бобы Дилана Саймона и Гарфанкела И что они там еще слышали? Они там слышали Битлз, Абу, Билли Джоэла И еще кого-то, кого сейчас не вспомню Если я подготовился, я бы список специально выпил, что мне по этому поводу рассказывали Вот, и когда они мне рассказывают про то, что вот На эту песню, наверное, повлиял, не знаю, там, тот же Билли Джоэл Я все очень удивляюсь Как-то потом мне дают послушать, а сравниваю И понимаю, что да, действительно, вот, скорее всего Потому что я там слушал, как-то вот отложилось И вот действительно это вот в музыке что-то такое проскальзывает А кто ваш любимый исполнитель или автор Или какую музыку вы слушаете именно сейчас, вот в данный период жизни? Да Ну, наверное, да любимые вот они же, кого я перечислю, чтобы два раза не ходить А то сейчас начну еще один список вспоминать И это опять растянется Как раз вчера на концерте мне задавали вопрос, кого я слушаю Слушаю очень много всего разного Вот, к сожалению, не слушаю гораздо больше Ну, в смысле, хочется послушать, но нет там времени, возможностей и так далее Вот, но в последнее время слушал примерно параллельно Баха Хорошо темперированный клавир Реди Гагу Не одновременно, нет Я их чередовал И как раз вот ровно то, о чем я рассказал вчера на концерте Бах потряс, ну, собственно, не сейчас потряс, а в принципе всегда потрясал меня тем, как он обращается с гармониями Вот я очень хочу обращаться так же, но меня не получается А у Леди Гаги замечательный вокал Вот что Интересно будет их влияние в новом альбоме прослеживаться Ну, посмотрим, посмотрим Особенно влияние вокала Леди Гаги Будет ли оно в новом альбоме? Давайте поживем, увидим Ростислав, о чем вы мечтаете? Есть ли у вас мечта? Вот прям вот мечта и ближайшие планы? Об этом тоже сложно говорить, как там больше своих желаний и мечтать, а то они чего доброго исполнятся и чего потом будешь делать Вот прямо сейчас, если честно, я мечтаю выспаться Хорошее желание Потому что из-за этих самых это удается гораздо меньше, чем хотелось бы Вот, честно говоря, одно из моих любимых занятий в жизни, в принципе, спать Вот, и я немножко расстраиваюсь от того, что из-за этих поездок, концертов, туров и всего прочего Это удается все меньше и меньше Так я скоро вообще перестану спать Вот Хорошее желание Ну давайте что-нибудь споем Есть одна песня Но я не знаю, стоит ли ее исполнять в эфире в арт-радио Спой какую-нибудь другую песню Че спеть, подскажи что-нибудь Ну какую-нибудь мою песню подскажи, Господи Чертит ночь от весны до весны звездный поезд Довезите меня до луны, мистер поезд Паровоз просвистит в полусне, вздох усталый Я бы рад, только станции нет на луне Станции нет на луне Нет вокзала Нет вокзала Словно поезд из дальней страны Время мчится Донесите меня до луны, миссис птица Птичий крик прозвенит с вышины Полон грусти Я бы рада, но хмурое небо луны Хмурое небо луны Птиц не впустит Птиц не впустит Лунный путь от волны до волны Ветер слабый Довезите меня до луны Довезите меня до луны, сэр, корабль Ветер солнечный плещет крылом Море звездное Я бы рад, но пока мы туда доплывем Пока мы туда доплывем Станет поздно Поздно Может, все это лучше забыть Безоглядно До луны не дойти, не доплыть Ну и ладно Жизнь идет от весны до весны Ночь крылата И назад Для того, кто свалился с луны Для того, кто свалился с луны Нет возврата Нет возврата Нет возврата Сейчас была некая проблема выбора песни Вот поэтому захотелось спросить По какому принципу вы выбираете песни для своих концертов? Это довольно сложно объяснить Обычно перед концертом составляя программу Я там долго колдую над списком своих песен Я некоторым назад все-таки составил список всех своих песен И то там оказались не все песни Я уже после вокса составил Все время понимаю, что это Вот еще это забыл туда включить И это забыл включить И это забыл включить А это вообще не моя песня И это не моя песня Так что список постоянно меняется В общем, я перед концертом его просматриваю Как-то выбираю из него по каким-то интуитивным эманациям Песни составляю список А потом на концерте все равно пою, что приходит в голову по ходу пьесы О, я так и думала, что так происходит Какие ваши песни чаще всего исполняют другие? Вот это как раз те песни, которые я сегодня спел Мне тоже так сложно издали судить Но, пожалуй, вот эта вот лунная песня Мне довольно часто показывают аудио и видео в чужом исполнении Иногда сами люди, которые исполняют, присылают Иногда просто я иду в какой-нибудь фестиваль и слышу, что я там поют Иногда вот мой директор или другие мои хорошие знакомые просто находят Вот смотри, вот такие-то люди поют твою песню и не отчисляют тебе авторских отчислений Какой ужас! Так что, наверное, лунная песня и, конечно, Капибара Песню Капибара очень любят дети Мне довольно часто присылают и показывают в исполнении разных детей Недавно показывают целый ансамбль детей с укулеле, которые ее пели под укулеле Вот, было так мило и трогательно Тоже захотелось спеть с этими детьми вместе Вот, но они где-то очень далеко И к тому моменту, когда мы это доедем, они, наверное, уже будут дедушками А есть ли такие песни у других авторов, которые вот вам... Ну, про которые вы могли бы сказать, что жаль, что это написал не я Вот прям вот настолько откликается Я нахожу довольно много таких песен, тоже, если начну перечислять их сейчас, это продлится Ну, может быть, одну хотя бы Я думаю, что это песня Sound of Silence Пола Саймона Вот, я когда ее только услышал, она мне так понравилась, что я подумал, что это я ее сочнил Я просто был еще в таком возрасте, когда думал, что это так работает Вот, но позже мне объяснили, что нет, все-таки не я ее сочнил Я очень расстраивался Ну что, в завершении нашего сегодняшнего интервью хотелось бы, наверное, что-то пожелать нашим радиослушателям Барт-радио И исполнить какую-нибудь песню в завершении Вот Желаю слушателям Барт-радио слушать Барт-радио и не останавливаться на достигнутом Замечательно Спасибо большое, Ростислав, за сегодняшнее интервью Надеюсь, не замучило вас вопросами Спасибо вам за интервью, спасибо Барт-радио, спасибо всем Всем спасибо, все могут быть свободны Помню, был пионером, есть у меня исправка Как-то переводил я через дорогу бабку Вывел из-под огня к свету нового дня А теперь, говорит она, поцелуй меня Нет, бабка, нет, неприязнь А вчера, как всегда, в обед позвонил заказчик Хочет все, что готово, срочно переночить Поменяй все подряд, делай, что говорят Я вам бабки плачу, извольте лизать мне за Нет, бабка, нет, неприязнь Все острее с годами чую в душе тревогу Будто так и веду я бабку через дорогу Нет, начало, концу Бабка точит косу Я уже не знаю, долго ли вынесу Нет, бабка, нет Омерзительно мне твои лапзанья Как тебя терпит мироздание Нет, бабка, нет Прочь, бабка, прочь Возвращайся со всей своей ускверной В лонах тонической инферны Прочь, бабка, прочь Згинь, бабка, загинь Рассасись, ликвидируйся Исчезни из бытия Из этой песни Згинь, бабка, загинь Згинь, бабка, загинь Згинь навсегда Аплодисменты Ну что же, хочется сказать большое спасибо Ростиславу Чебыкину, что был с нами здесь сегодня в студии Спасибо большое всем радиослушателям, кто слушал нас сегодня и Бортрадио за этот замечательный эфир Хочется пожелать вам, Ростислав, творческих успехов Новых классных песен Удачи И старых классных песен И нового альбома И всего самого наилучшего И, конечно же, здоровья крепкого И вам всего самого Большое спасибо Спасибо